Теракты, взрывчатка, шпионы, диверсанты и угоны. С поличным задержана группа украинских диверсантов. Киевский режим учил детей о замдиверсионной деятельности. Версия, классическая диверсия, как из учебника, как из книжки. Все это главные и излюбленные темы, на которые путинские ФСБшники ежедневно мастерят фейки. ФСБ сегодня заявило о задержании сотрудников украинских спецслужб. Однако, получается у них не очень. На деле это несостыковки в фактах, плохо продуманные истории и подобранные артисты. Даже неподходящий реквизит. Беспомощные идиоты работают в ФСБ. Давайте откроем матрешку и посмотрим подборку самых свежих ФСБшных фейков. И узнаем, что выдает липовую новость. В начале июля российское ФСБ разразилось сенсацией. Они сорвали попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3. По этому поводу даже целое кино склепали. И пустили в прокат по всем пропагандистским каналам. Жанр — утопическая детективная комедия с элементами несостыковок в тексте. В главной роли — ряженый летчик-угонщик. Написал мне в Телеграм как-то неизвестно. Ни морали, ни этики. Сразу начался угроз в адрес моих близких. В подтверждение даже переписки выложили. Там белым по-черному написано «Передадим приветы через девочек». Давай, время не ждет. Иначе будет так, как я обещал. Начну передавать приветы через девочек. О каких девочках речь — непонятно. Может, пилот просто слишком любвеобильный и любит развлекаться с девочками? С нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Далее оказывается, что неизвестный из переписки никакой не неизвестный. Пусть собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился Павло. Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Да и задачи, которые перед ним якобы ставили украинские спецслужбы, озвучивает как-то неоднозначно. Требовал поджечь авиационную технику. Говорит, дай мне данные по самолетам. Бортовые номера, техническое состояние, график регламент. Так самолет угнать или сжечь? Или все же слить данные? Ничего не понятно, но очень интересно. Особенно, когда на экране появляется темный силуэт ФСБшника, который говорит, мол, это спецоперация, желание украинцев повыделываться перед западными партнерами. В отсутствии побед на фронте украинские спецслужбы стремятся проводить громкие операции, которые все чаще приобретают диверсионно-террористический характер. Делают это в первую очередь для демонстрации американским и британским хозяевам своей состоятельности, оправдания затрачиваемых на них западными спонсорами финансовых средств. Его монолог нескончаем, прям как у бункерного, когда тот вешает своим гражданам лапшу на уши. Представители украинских спецслужб генебрегают требованиями конспирации, используют шантаж и обман. Угроза российским военнослужащим и их родственникам являются неотъемлемой частью вербовочной деятельности ГУРМО и СБУ. Вот это загнул! Даже жаба Буданова от смеха на спину свалилась. Не хочется вас расстраивать, но это только начало ФСБшного фильма. И тут наступает драматический поворот под названием «А пилот-то оказался неподкупным». Пилот сразу рассказал обо всем командованию. И началась так называемая «оперативная игра». Павел не подозревал, что наши спецслужбы водят его за нос. Ну как, заценили? Ай да сценаристы в погонах! Позже вслед за угрозами выдуманный СБУшник спрашивает. А правая сам сможет повернуть и сесть? Если нет, то он тогда тебе точно угрожать не будет. И стрелять не будет, если жить захочет. Правая у кремлевских сценаристов — это, скорее всего, второй пилот. Он по опланировке самолета сидит справа от капитана. На этом моменте путинские чекисты серьезно опростоволосились. Ведь любой из пилотов может развернуть и посадить самолет. Ладно, и так сойдет. Чуть позже в кадре появляется пачка долларов и руки человека в перчатках, который подкидывает стопки. Когда Павло понял, что шантаж не работает, то попытался подкупить нашего пилота. Три миллиона долларов предлагал. Но не наличкой, а на счет в польском банке. Анджей Дуда, спишь? Поведал он мне об открытии в польском банке счета. А потом выясняется. Договор обслуживания оформлен на Украине. Выглядит просто смешно. Деньги на счете якобы есть, а вот проверить их наличие — вдумайтесь. Можно только при посещении банка в Польше. Кто за бред? Прислал мне выписки по счету. Все они кривые. Идея с кредитом не сходится. Суммы не сходятся. Обратите внимание на имя в квитанциях. Елена Ковальчик. Та же прислала оформленную на мою жену карту поляка. То же самое имя фигурирует на карте поляка, о которой говорит артист в форме. Допустим, жена. В украинских же документах, по которым угонщик должен был попасть в Польшу, написано «Олэ на голуб». Ну, хоть имя сходится. Дальше больше. В итоге эти хлопцы пошли в обман и решили развеять мои сомнения. Прислали подтверждения, оформленных на мою семью итальянских паспортов. Карта поляка, украинский и итальянский паспорт. Вот это у мужика набор. Вроде бы, живи и радуйся. Но тут на экране появляется всё тот же тёмный силуэт из ФСБ. В чекисте говорит обида. Он расстроен не тем, что псевдопилот пытался угнать псевдосамолёт, а тем, что выдуманный СБУшник его обманул. В данном случае, несмотря на первоначальное обещание по вывозу членов семи лётчиков в Польшу, украинская разведка не смогла сдержать взятое слово. Стоп! Так куда он собирался? В Польшу или Италию? А теперь давайте ещё раз внимательно посмотрим первые кадры ФСБшного фильма. Самолёт, на фоне которого снят актёр в роли пилота, явно не эксплуатируется. Да и площадка, на котором он стоит, уже давно поросла травой, а вокруг ничего, что бы напоминало работающий аэродром. В конце ролика мужик и вообще выдаёт базу. СБУ просило его угнать непростой самолёт. Дальний бомбардировщик ракетоносец, спаситель ядерного оружия. Вот только отказаться от ядерного оружия Украину заставили 30 лет назад, в 1994 году. Матчасть не сдал, садись, двойка. В финале куром на смех путинские чекисты сообщают, у украинских спецслужб был сообщник. И это никто иной, а известный болгарский журналист-расследователь Христо Грозев. Примечательно, что это не первый фильм фантастов-ФСБшников. Два года назад в российский прокат вышла лента с аналогичным сценарием. Там тоже было и о самолёте, и двух миллионах долларов, и западном паспорте, и неподкупном лётчике. Мы вам объяснили, что наша цена, вот наша цена, это самолёт. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим официально за такие вещи. Миллион. Единственное различие – стопка денег на видео очень скромная. Так сказать, всё, что для постановок собрали по ФСБшным кабинетам. В реальности же достоверно известно только об одном случае угона российского вертолёта в Украину. Его совершил в августе прошлого года лётчик Максим Кузьминов. Позже его убили в Испании, где он находился по другим документам. Там он вёл весьма нескромную жизнь. Ноль конспирации. Ходил в бары, катался на Мерсе и сеял деньгами. Стоит сказать, что фейки российские ФСБшники плодят со скоростью гепарда. Вот совсем недавно вломились в Питере в квартиру с надписью на дверях «Объект охраняется полицией», чтобы посмотреть на мужика в трусах. Причём, как видите, без шума, криков, автоматов и маски шоу. А с хозяевами говорят о каких-то посылках. Это обыкновенный, да, случай, что посылки два месяца не забирают? Это как бы нормально? Нет, ну просто лето, как бы, ну, уехал человек в отпуск. Вот они такие лежат, вот на складе, вот они так же лежат. Вот, я прошу ребят, чтобы они мне достали, потому что, ну, вот мы их разрываем. Второй, может быть, я и не открывала, ну вот. Даже не снимали вот пластик, он так и всё, и положили обратно. Уже потом, как оказалось, это они так пресекли канал переправки взрывчатки в автозапчастях из Германии и Италии для совершения терактов. А дальше мужик в костюме не то космонавта, не то героя Звёздных войн идёт на склад, чтобы накачать бицепсы тасканием коробок и снять любимый челлендж блогеров «Распаковка». А как вы думаете, кто за этим всем стоит по задумке ФСБшников? Кто тот страшный мафиози? Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Роман Машавец. А детали нужны были для организации терактов в оккупированном Крыму. А неделю-две ранее Кремль выпустил липу о якобы готовящемся теракте на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Для этого посадили в кадр подставного моряка и дали сполна отыграть свою роль. В марте 2024 года на меня посредством иностранного интернет-мессенджера по видеосвязи вышел некий Олег. И он сообщил, что является сотрудником ЦИПСО и его деятельность курируется непосредственно руководителем Главного управления разведки и надбороны в Украине Кириллом Будановым. ЦИПСО? Буданов? На этом моменте жаба Буданова снова свалилась со смеху. По легенде несуществующий СБУшник Олег настоящий агрессор. Сначала обещал моряку выезд за рубеж и крупное вознаграждение, а потом стал угрожать сфабрикованным уголовным делом за финансирование ВСУ. В ходе телефонных разговоров с использованием приемов психологического воздействия Олег пытался завербовать меня для совершения теракта на военном корабле. Ага. Значит, садела сфабрикуют в Украине, а сидеть моряк будет каким-то образом в России. Что-то тут не сходится. Но дальше больше. Неподкупный актер моряк обращается в ФСБ и чекисты начинают с Олегом оперативную игру. Вы только посмотрите, какую взрывчатку подготовили ФСБшники, чтобы убедить Олега в готовности исполнить заказ. На корпоратив сгодится. Если бы СБУшник Олег реально существовал, то со смеху надорвал бы живот. Но сами подумайте. Взять и заказать теракт на старом дырявом ведре, которое семь лет то горит, то тонет и жрет миллиарды на ремонт. Да чушь собачья. Путинские фейкометы с нашивками ФСБ приплели взрывчатку даже к православным иконам. В апреле их якобы обнаружили в грузовике на КПП Убыленко в Псковской области. А теперь вслушайтесь. Груз следовал по маршруту Украина, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Россия. И только доблестные российские чекисты смогли остановить этот взрывоопасный грузовик и отвезти в лес, чтобы снять распаковку. И о ужас! В образах и церковной утвари чекисты нашли 27 самодельных взрывных устройств, 70 килограммов гексогена, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три. Но самое забавное в этой истории даже не сляпанный на коленках фейк, а следователь по делу, который на чистом глазу рассказывает, как соорудить бомбу из найденного якобы в иконах набора. В комплект входит элемент питания, радиоплата со слотом для сим-карты и электродетонатор. При соединении всех элементов комплекта со взрывным, со взрывчатым веществом самодельное взрывное устройство готово к использованию. Очень серьезно сейчас вот. В том же апреле месяце ФСБшники имитировали поимку украинского агента, который подорвал авто беглого в Россию следом за Януковичем сотрудника СБУ Василия Прозорова. Тебя оружие нет? Нет. Столько изящества. Какая игра. Однако в этой истории есть две новости. Хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что Прозоров выжил. Хорошая, что над этой халтурой можно от души поржать. Я гражданин России, проживающий с 2010 года на территории Украины. В 2023 году в ноябре был завербован сотрудником СБУ. В феврале месяце мне мой куратор сообщил, что ему была поставлена задача лично главой СБУ Малюком в том, что я должен выехать в Москву и проследить за автомобилем Toyota Prado. Тот следил-следил, а потом ему приказали из подручных средств слепить бомбу. Я собрал и 9 числа ориентировочно в 2 часа ночи я прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля. А теперь давайте еще раз. Какой-то мужик с российским паспортом, но живущий в Украине в разгар войны пересекает границу. И спокойно себе едет в Москву мастерить бомбу и следить за машиной. Логику находите? Говорю серьезно, а вы смеете. И таких ФСБшных сказок в российском интернет-пространстве пруд-пруди. А чего? Люди потребляют бункерные, радуются, деньги текут рекой. Зачем это делается, спросите вы? Да тут все просто. Напугать, озлобить против Украины и отвлечет проблем насущных. Ведь когда по телевизору показывают очередного террориста, россияне забывают о пустом кошельке, заоблачных ценах и крохотных зарплатах. И о войне, которая каждый день один за одним пожирает россиян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин